всем привет значит на теперь поговорим вот еще такой вещички сейчас я сделаю бэкграунд каким-нибудь ну вот таким чтобы была видна системная информация вот посмотрите у меня ядро значит минт сам обновился до 17.2 а ядром не остается 313 037 хотя вот здесь говорится что ядро значит должно быть по идее 316 значит основанная на пакетах ubuntu 14.04 так вот попробуем обновить ядро через system bug вот здесь есть кнопочка называется обновление системы значит всем тире ну напишу 23 и нажму на кнопочку обновить вот пока там она будет обновлять значит я еще парочку слов сделаю вот такого плана значит практически на под любым моим видеороликом имеется значит вот ссылочка на мой блок и на мою кладовочку с кладовочке можете скачать там необходимые программы файлик команды и видео формате черри 3 нажмете на мой блок попадете вот сюда здесь также можно скачать вот файлик команды и видео ну вот на моем блоге значит также имеется ссылочка на файлик команды видео нажимаете на него и нажимаете на скачать он у вас спросит куда куда ну загрузки загрузки нажмете сохранить и файлик у вас будет скачиваться вот практически и все значит чем именно так хорош этот файлик хорош тем что в нем у меня все значит распределено по группам и вот допустим если вам интересует какая-то операционная система то вот все ролики на которые я делал можно посмотреть по операционным системам вот тот же мин цинамон я значит сделал вот видео по нему уже по новой сборке 17 2 и назвал ролик как обновиться и что нового вот сейчас еще включу название значит как обновить ядро если получится ну практически здесь вот все самое необходимое а здесь конкретно по программам то есть любую программу вы берете смотрите по ней видео урок по большинству из них имеется сведения по установке так вот здесь имеется команда терминала здесь чистые команды по установке программ и вот я сюда завел значит вот эту вот хорошую командочку которая значит вместо вайна вставляете любое вашу программу и она выдает рекомендации значит надо что-нибудь там до установить или нет копируете эту команду вставляете терминал нажимаете enter и будет вам как говорится счастье вот практически вот таким вот образом поэтому файлик а череп 3 он крайне важен я его периодически там обновляю и вам рекомендую им пользоваться почему потому что у вас будет компактная библиотека всего самого необходимого не надо там будет где-то чего-то там искать интересует что-то вот пошли пожалуйста по менту по линукслайту по убунту по писи линуксу по манджаро по фидоре даже немножечко там я сделал видеоролик один есть по моему по винде и сделал также еще по программам по самым различным в основном для линукса но и не забыл и про винду вот таким вот образом файлик этот очень маленький он занимает размер там 12-15 мегабайт причем значит поскольку программа чири 3 она работает как на винде так и на линуксе всегда значит можете скачать к себе эту программу пробежать вот сюда вот вниз значит вот хороший дебяновский файлик для линукс минта а вот для винды и в любой операционной системе этот файлик вы всегда сможете как говорится просмотреть и с ним работать вещь хорошая так что рекомендуем и так что у нас тут идет ну тут понятно что идет а тут понятно что обновление будет идти долго ну ладно я пока прервусь когда закончится посмотрим ну ну вроде бы система обновилась посмотрим перезагрузимся поменяется ли ядрышко пока еще остается три тринадцать время у нас это заняло двадцать минут начали в семь двадцать три сейчас семь сорок три и так я просто-напросто перезагружусь и там посмотрим дальше и так мы видим что ядро у нас обновилась с 3 трех тринадцати до трех шестнадцати ну я перезагрузился загрузка действительно прошла на несколько быстрее ну а так практически теперь я считаю что обновление произведено полностью и сделано но говорится у нас нормально нормально нормально